Всем привет, друзья! Говоря про автопром разнообразных стран, обычно никогда не знаю, что производят в Румынии. Очень редким, но в то же время знаковым брендом этой страны является компания дизель-автомобиль Камьян. Если кратко, то просто ДАК. Завод ДАК был построен в 1921 году, но вот производство автомобилей началось только в 1954 году. Первой машиной этого предприятия, которое называлось тогда Красное Знамя, стал SR-101. Автомобиль, за малым исключением, считался полной копией Z150. По сути, это было именно сотрудничество с СССР, которое в скором времени было прекращено. Это неудивительно, ведь каждый производитель хотел стать индивидуалистом и идти по своему пути. Каждый хотел, чтобы копировали его, а не он сам уподоблялся кому-то. Однако, румынские разработчики, видимо, не хотели сотрудничать именно с Советским Союзом, так как они заключили соглашение с компанией MAN. В Румынии по германской лицензии стали выпускать грузовики Roman, правда, вскоре их назвали ДАК. Связано это было именно с окончаниями лицензии. В 1973 году в Румынии решились на модернизацию грузовика SR-131. Автомобиль оснастили новым двигателем компании MAN, а назвали грузовик уже DAC-635. К слову, этот грузовик очень сильно напоминал другой советский бортовой автомобиль ZIL-130GM и GAZ-53. Однако, сходство с ZIL-ом все же больше. Кроме изменений внутренних, автомобиль получил новую решетку радиатора, сместились фары, были видоизменены передние крылья. К тому же автомобиль выпустили в двух версиях, 4х4 и 4х2. Многие, кто видел этот автомобиль, считают, что это, как и прежде, совместная работа Советского Союза и Румынии. Но это не так, корни действительно идут к советскому автопрому и грузовикам ZIS, старшим братьям ZIL-ов. Но конкретно эта машина никак не связана с Советским Союзом. Почему же СССР не стал примером для Румынии в дальнейшем? Почему Румыния стала сотрудничать с Германией, а дала разработку будущих кабин Франции? Но от сотрудничества с Советским Союзом отказалась, дело было в экономических моментах. Румыния хотела срочно иметь модернизированные грузовики, но темпы развития заводов ГАЗ и ZIL не могли успевать за европейским развитием. В СССР все шло своим чередом, и поспевать за требованиями румынов или пить сырые грузовики никто не хотел. Поэтому сотрудничества дальше не произошло, но согласитесь, корни советского автопрома все же заметны. А на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока и до новых роликов. Субтитры подогнал «Симон»